Правоохранительные органы провели рейды по выявлению таксистов-частников, занимающихся извозом без официальной лицензии. В рейдах задействованы сотрудники госавтоинспекции, комитета по налогам и сборам и управления по лицензированию. Они в очередной раз предупредили таксистов, которые нелегально занимаются перевозками об административной ответственности, в случае если не узаконят свою деятельность. Управление Республики Южная Осетия по лицензированию доводит до сведения граждан, занимающихся деятельностью в сфере перевозки пассажиров легковым автомобильным транспортом на коммерческой основе такси, что данный вид подлежит обязательному лицензированию. К гражданам, занимающихся предпринимательской деятельностью, без надлежащей регистрации и без лицензии будут приниматься штрафные санкции. Уже 14 октября таксистов, не имеющих лицензии, будут штрафовать. Это касается и частных фирм по пассажирским перевозкам. «Процедура такова. Нами составляется протокол, согласно которому таксист, у которого нет лицензии, обязан в течение 10 дней оплатить штраф. По закону, во время рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ имеют полное право требовать с них лицензии». Многие таксисты не согласны с законными требованиями правоохранительных органов. Они категорически отказываются оформлять лицензии, согласно которой каждый месяц обязуются платить бюджет республики 450 рублей. «Раньше мы получали в налоговой документ, согласно которому платили только за тот период, который работали. Позже нам сказали, что таксисты – индивидуальные предприниматели и обязаны каждый месяц платить налоги в размере 450 рублей. Лично я против такой системы. Я, например, работаю непостоянно и не собираюсь каждый месяц платить налоги». Чтобы узаконить деятельность лица, занимающиеся частным извозом, должны обратиться в налоговые органы, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и уже потом оформить лицензию в соответствующих органах и уже на законных основаниях осуществлять перевозки. Однако этих правил придерживаются далеко не все таксисты. В ходе рейдов проверили более 50 таксистов. Оказалось, большая их часть занимается частным извозом нелегально. Таксисты, которые узаконили свою деятельность, на три года не испытывают никаких трудностей. «Я зарегистрировался в Комитете по налогам и сборам. Получил лицензию и спокойно занимаюсь перевозкой пассажиров». Рейды по выявлению безлицензионной деятельности в сфере частного извоза продолжатся. Анжела Кукоева, Азиз Бакаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.